Приветствую тебя на очередном нашем практическом уроке. В этом уроке мы поговорим о том, как разместить пост в Instagram с компьютера. Для кого телефон является частью руки, смотреть этот ролик абсолютно не обязательно. Вы не поймете смысла действий, которые я показываю в этом ролике. Но для тех, кто привык все-таки работать с компьютера, кому нравятся большие экраны, я сейчас сижу за экраном 29 дюймов, вам этот ролик будет полезен. Я покажу три варианта размещения публикации в Instagram. Выберите любой, который вам нравится. Итак, способ номер один. Откройте браузер. Лучше для этого использовать, конечно, Chrome, либо Mozilla. Если пользуетесь Opera, пользуйте ее. Откройте сайт Instagram. Напишите в Яндекс Instagram. Введите свой логин и пароль. Я уже авторизовался. И вы попадете на свою страничку в этой социальной сети. Сейчас в Chrome в Instagram можно делать многое. Это смотреть ту же самую ленту, лайкать что-то, даже переписываться в Директе, редактировать профиль, но нельзя разместить, то есть загрузить пост. Но эта проблема легко решается, если вы установите браузерное расширение. Вот у меня она уже установлена. Я вам покажу, как это сделать. При работе в Chrome нажмите на значок «Менеджер расширения». Выберите сам этот менеджер. Вы увидите, какие расширения у вас стоят. Их можно включать, отключать, удалять. Вот то расширение, которое мне на данный момент нравится. Но вы можете выбрать какое-то другое расширение, которое будет вам более комфортно. Перейдите в магазин Chrome. Вот. В этой строке наберите название нужного вам расширения. Вот, например, наберите Instagram. Выберите, что вас интересует именно расширение. И, например, выберите самые популярные расширения для Instagram. Вот так, со всеми звездами. И вот это расширение я и добавил сейчас. Оно мне реально нравится. Для того, чтобы добавить расширение, просто щелкните на название этого расширения. Нажмите кнопочку «Добавить в Chrome». И согласитесь со всеми предложениями, которые будут делать расширение во время установки. Итак, расширение установлено. Вы авторизированы в Instagram. Для того, чтобы начать пользоваться, щелкните на значок этого расширения. Если оно у вас не закреплено в списке активно пользующихся расширений, это можно сделать, опять же, нажав на менеджер расширений и вот нажав на такую вот булавочку, то есть прикрепить расширение. Вот я сейчас вот креплю расширение загрузчик видео. И оно мне исчезнет из этого списка. Нажму – появилось. Итак, нажимаю на значок расширения Instagram. И посмотрите, что происходит. У меня появляется мой мобильный телефон. Но самое главное – появляется кнопочка «плюсик». Видите? Нажимаю на «плюсик». Могу публиковать сториз. Я не пробовал. А, могу публиковать фото и видео. Выбираю фото. Открывается папочка. Ищу нужную мне картинку, которую я хочу публиковать. Ну, например, вот пост на вебинаре, который я уже показывал. Нажимаю «открыть». Можно нажать. Загрузилась картиночка. Я могу тут с этой картиночкой вносить небольшие, но все-таки, изменения. Нажимаю на соответствующие кнопочки. Нажимаю «далее». Вот, ввожу естественный текст комментария. Использую хэштеги, которые мне нужны. То есть, можно взять вообще все рекомендуемые хэштеги. И нажимаю на кнопочку «поделиться». Специфика Instagram заключается в следующей, что в тексте поста вы не можете вставлять вот эти вот наши кликабельные ссылки. Ну, нет такой возможности у Instagram. Но как же все-таки человека перевести по вашей ссылке на сайт? Вместо вот этой ссылки рекомендуется написать следующее. Что ссылку на сайт вы найдете в профиле и указать в сообщении название этого профиля. Вот в моем случае я должен написать профиль VivaStars. Смотрите, я пишу «собаку» и пишу «VivaStars». Вот при размещении вот такого текста он у меня будет кликабельным. То есть, человек, заинтересовавшийся этим постом, он щелкнет на название профиля, попадет на главную страничку профиля VivaStars. И в шапке этого профиля будет ссылка на наш сайт. Ну, вот так вот сложно. Я сейчас нажму «Поделиться». Выполняется публикация. Вот, поделился он мне, появился на стене. Нажал «Лайк». Вот кликабельные хэштеги. И если бы я добавил сюда название ролика, то у меня бы появился еще и кликабельная ссылка на свой профиль. А вот я захожу на свой профиль. Смотрите. «Хочешь укрепить юминитет?» И вот ссылочка, моя ссылка на сайт наших вебинаров. Нажимаем на нее и попадаем на наш вебинарный сайт. Вот это, с моей точки зрения, очень простой, хороший способ ввести Инстаграм с компьютера. Расширения меняются, появляются новые. Поэтому, если расширение, о котором я сейчас рассказываю, перестало у вас работать, или вы его не найдете в магазине Chrome, такое бывает. Выберите какое-то другое расширение. Посоветуйтесь с людьми, которые пользуются Инстаграм в наших чатах. У нас сейчас очень активный чат в WhatsApp. Пишите туда, вам помогут. Связывайтесь с техподдержкой. Это первый способ. Наиболее простой и не требует никаких денег. Второй способ, которым я активно пользуюсь. Я уже говорил, что я использую сервис Инстаплюс для продвижения своего основного профиля. У этого сервиса очень много плюсов. О них я, возможно, расскажу в отдельном видео. Есть даже замечательный эмулятор Джессика, который полностью эмулирует человека. То есть он сейчас работает у меня, как я на телефоне. У этого сервиса есть автопостинг. Это возможность выбирать с компьютера любые нужные вам фотки. Вот выберу нужное мне фото. Делать для них описание с теми рекомендациями, которые я вам дал. Добавлять хэштеги, естественно. Указывать место съемки. И самое главное, выбирать дату публикации. У меня сегодня подписка заканчивается. Я могу поставить только на сегодняшний день. И на какое-то определенное время. Ну, например, давайте поставлю на 10 часов. Сегодня продлю подписку. И я могу, потратив, но не больше 30-40 минут в сервисе Канва. Либо в сервисе Супа, который создает рекламное видео для социальных сетей. Сделать 15, 20, 30 дизайнов. Вот все это было создано в Канве. И на это потрачено было очень немного времени. Потому что все создается на основе шаблонов. Я создаю нужное количество мне публикаций на неделю, на две, на месяц вперед в соответствии своим контент-планам. Загружаю эти публикации, нажимая на кнопочку «В очередь» в профиль Инстаграм. Они у меня здесь появляются, что ждет публикация. Вот две публикации ждут своего времени. Вы их можете разместить 10, 20, 30. То есть сделать сразу же весь ваш контент-план на месяц и заниматься только одним. Отвечать на личные сообщения, комментировать чужие посты, посещать чьи-то прямые эфиры, вести активный образ жизни в социальных сетях. А публикацией ваших постов в соответствии с контент-планом будет заниматься автопостинг. Это очень удобно и, конечно, благодаря тому, что вы делаете все посты одновременно, вы можете управлять оформлением своего профиля, что важно для Инстаграм. И, конечно, можете выстраивать цепочку продаж. То есть каждый пост должен вести к определенной цели, и это цель продаж. Вот это способ через онлайн-сервис Инстаплюс. Еще раз повторюсь, он очень хороший, он относительно недорогой. То есть если вы посмотрите, цены, ну вот, например, на 30 дней 399 рублей для одного аккаунта. Продолжение следует...